Всем привет! Вы на канале 6ЛЧ. Сегодня 8 лет с момента перехода Юргена Клоппа в Ливерпуль. И в этом видео мы будем вспоминать 8 моментов, когда Юрген Клопп и его Ливерпуль потрясли весь мир. Погнали! В 2015 году, когда Юрген Клопп пришел в Ливерпуль, он был известен прежде всего как главный фанат контрпрессинга среди топ-тренеров со стилем, который он еще в бытность тренером в Дортмундской Боруссии назвал Heavy Metal. И хотя сам немец говорил, что в новом клубе хочет создавать новый музыкальный инструмент, этот сумасшедший стиль перешел и новой команде Юргена по наследству. В первом же сезоне Ливерпуль устроил невероятную перестрелку 5-4 с Норвичем, разгром Сити 4-1 всего через месяц после перехода Клоппа и камбэк с Дортмундом 4-3. К стилю и его эволюции мы еще вернемся чуть позже, а олицетворением нового Ливерпуля стал именно тот матч с Боруссией. Пожалуй, именно тогда Клопп впервые потряс мир в качестве тренера Ливерпуля. Наверное, каждый, кто смотрел тот матч, помнит, где он был и что делал, ведь мы увидели один из величайших камбэков в истории, по крайней мере в истории Ливерпуля и Энфилда. Признайтесь, вы ведь бросили верить в после гола Ройса в начале второго тайма, да? Просто для контекста. Он означал, что нам нужно было забить три гола за меньше, чем тайм против мощнейшей команды Тухеля, которая в том сезоне действительно заслуживала играть в ЛЧ по уровню игры. Однако голы Каутиньо, Сако и Ловерна перевернули все с ног на головы и свели с ума Александра Илагина, 45 тысяч человек на Энфилде и еще несколько миллионов уэкранов, включая меня самого. В том сезоне я впервые побывал на игре Ливерпуля. Это был матч с Рубином в Казани во время группового этапа. И, если честно, во время матча с Дортмундом даже немного ощущал некоторую причастность свою к этому камбэку, что ли. На трибунах во время этого матча был Трент Александр Арнольд, 15-летний пацан, ему слово. Этот матч против Дортмунда, это, пожалуй, игра, которую я помню лучше всего, потому что это ощущение европейской ночи на Энфилде и такой огромный камбэк, на котором я был вживую, просто сумасшедшее что-то быть частью этого. Пусть сезон 2015-2016 закончился для Ливерпуля восьмым местом в АПЛ и двумя проигранными финалами кубков, в каждом из которых была своя драма, в финале Лиги Европы Судейская, все мы помним тот гандбол, а в финале Кубка Английской Лиги были пенальти. В новый сезон команда шла действительно с высоко поднятой головой. Клоп отлично использовал шанс поработать без еврокубков в режиме один матч в неделю, вернул команду в Лигу Чемпионов и вывел своих хэви-металистов на новый уровень. Именно этот уровень они и показали в сезоне 17-18, пусть и не сразу. В сентябре Сити деклассировал Ливерпуль, оставшийся в меньшинстве, из-за удаления Садио Мане со счетом 5-0, а в октябре случились 4-1 от Тоттенхэма с заменой Ловрену на 31-й минуте из-за его ужасной игры в обороне. Тот матч стал отправной точкой на пути к финалу Лиги Чемпионов, но, возможно, из важнейшей истории того сезона были три матча с Манчестер Сити за три месяца, в которых Ливерпуль трижды и победил. Незабываемый 4-3 в АПЛ, еще более незабываемая 1-4 Лиги Чемпионов с общим счетом 5-1. Клоп уничтожил Гвардиолу на этой дистанции в три матча, а ведь это был тот самый 100-очковый Сити, который заслуженно называют одной из лучших команд в истории АПЛ, если не лучший. По количеству очков лучший. Одним из главных героев тех матчей стал Энди Робертсон, который в одну секунду влюбил в себя своим сумасшедшим прессинг-забегом всех болельщиков в Кливерпуле. Тогда он и завершил карьеру Альберто Морено в Англии, собственно. Это отличная подводка к четвертому пункту нашего рассказа. Йорген Клаб абсолютно заслуженно считается лучшим тренером на топ-уровне по раскрытию и развитию игроков. Примеров этому уйма. Золотой состав из сезона 2019-2020 был одним из лучших в истории лиги. Но очень многие из этих игроков считались до Клопа, если непосредственностями, то уж точно не топами. Мати, пришедший свободным агентом. Виналдум, игравший в Ньюкасле на фланге атаки. Трио Салах, Фермино, Мане. Ни один из которых не приходил в Ливерпуль признанным топ-футболистом и, возможно, и не мог рассчитывать на такой уровень без Клопа. Однако самый яркий пример того, как Клоп раскрыл игрока, это, конечно, Эндрю Робертсон, про которого я уже сказал выше. Каждый раз, когда рассказывается история этого шотландского защитника, должен упоминаться его твит в августе 2012 года, в котором 18-летний Робертсон написал следующее «Жизнь в таком возрасте без денег – это помойка». И добавил хэштег «Need the job». В декабре 2012 года он устроился в магазин одежды Марксен Спенсер, чтобы хоть как-то зарабатывать на жизнь. Спустя пять лет, в августе 2017 года, Роберт дебютировал за Ливерпуль, а еще через пару сезонов стал одним из лучших левых защитников мира. Вместе с Трентом он задал новую планку качества для атакующих игроков, стабильно оформляя на двоих по 15-20 ассистов за сезон АПЛ. Еще один яркий пример – Джинни Вейналду, активно поучаствовавший в одном из ярчайших матчей в истории футбола. Я думаю, вы поняли, о чем речь. И уж точно о самом эпичном, который я когда-либо видел в режиме лайф. О нем поговорим дальше. Полуфинал Лиги Чемпионов сезона 18-19 можно считать одними из самых драматичных противостояний в истории Лиги Чемпионов. Что Тоттенхэм, Манчестер Сити, что Ливерпуль, Барселона. Но то, что именно Ливерпуль в итоге забрал трофей в том сезоне, пожалуй, и определило судьбу нашего полуфинала как наиболее известного из этих двоих. Встреча с Барселоной в полуфинале Лиги Чемпионов опоздала на год. Сезоном ранее Барселона умудрилась пропустить в полуфинал Рому, с которой сыграл Ливерпуль, несмотря на то, что каталонцы выиграли 4-1 в первом матче. Сезон 17-18 закончился для нас разбитым сердечком в Киеве, но заложил фундамент будущих успехов. За два трансферных окна в команду пришли Ван Дейк, Алисон и Фабини. Три важнейших игрока для будущих успехов. Тот полуфинал должен был стать одним из самых интересных противостояний того сезона, но после победы Барселоны 3-0 в первом матче так не казалось. В камбэк, кажется, верили только самые отбитые болельщики Ливерпуля. Кстати, напишите в комментариях, верили вы или нет. Честно признаюсь, я, если и оставлял какие-то шансы, то, наверное, в районе 1-2%, не более. Забить три гола, пожалуй, не казалось чем-то невероятным, особенно на Энфилде, но один пропущенный тут же повышал эту планку до пяти. Правила гостевого гола тогда еще действовала. Помните ведь тот твит от официального аккаунта Барса? Он, кстати, до сих пор не удален. В ответке у Ливерпуля отсутствовали Салах и Фермино. Разгромить Барсу без двух ключевых игроков атаки казалось просто невозможной задачей. Но в первом тайме один гол забил Диво Кориги, а в перерыве случилась судьбоносная замена. Вместо травмированного Робба на поле вышел Джинни Вейналдум, обозленный на Клопа за то, что тот не выпустил его в основе. Спустя 10 минут после перерыва Вейналдум провел свои, пожалуй, самые яркие три минуты в карьере. С разницей в 122 секунды Джинни оформил дубль и заставил всех игроков и фанатов Ливерпуля поверить в чудо. Как говорил Юрген Клопп, Что было дальше, это уже история. Тот самый угловой Трента, тот самый гол о Риге, 4-0 и выход во второй финал Лиги Чемпионов подряд. Представить себе такой расклад до матча было практически невозможно, но почему-то нам кажется, что Юрген Клопп в это верил и заставил поверить в это всю команду. Вы же видели футболку, в которой на матч пришел травмированный Салах? Ну а Юл Нево Вокалон с болельщиками – это один из самых волшебных моментов, которые все мы когда-либо видели. А вот и обещанное возвращение к стилю. Хэви Мэттл в ливерпульском исполнении привлек внимание нейтральных болельщиков, стал своеобразной фишкой команды. В первом полном сезоне Клоппа в АПЛ в матчах Ливерпуля было забито больше всех голов в сезоне. Однако со временем для борьбы за большие трофеи команде и самому Клоппу пришлось стать более зрелыми и гибкими. Тогда же у команды появилась другая отличительная черта, которая сделала три сезона на 90 плюс очков за четыре года возможными. Каждый игрок Ливерпуля превратился в так называемых Менталити Монстрс. В этом сезоне Ливерпуль уже шесть раз сумел выиграть матчи, по ходу которых команда уступала. И вы могли заметить, что вообще никто не был поражен этому. Напротив, многие отмечали, что наконец-то те самые Менталити Монстры вернулись. И теперь снова могут переворачивать матчи. Хэви Мэттл остался в прошлом. Теперь это команда, которая никогда не сдается. И строит всю свою идентичность вокруг этого. Не сдалась она и после того, как ей не хватило сезона 97 очков для чемпионского титула. И об этом следующий наш пункт. Ответьте на вопрос, что такое доминация в ВПЛ. Наверняка вы сейчас подумали о непобедимом Арсенале, Эмью Фергюсона или Сити Гвардиолы, который набрал 100 очков. Однако в 2019 году Клопу удалось построить команду, которая, возможно, была лучше каждой из вышеназванных. Та команда была венцом творения Клопа. Она ни разу не проиграла и только один раз сыграла в ничью за первые 6 месяцев сезона в Премьер-лиге. Побеждала Сити на Энфилде, доводя Пепа до истерик на бровке. Отыгралась в тех матчах, где это казалось уже просто невозможным. Некоторые из тех матчей мы вспоминали в видео про победные голы на 90-й минуте при Клопе. Его можете увидеть здесь. Поистине, этот отрезок является апогеем тех самых менталити-монстр с Юргена Клопа, о котором мы говорили раньше. В феврале 2020 года та команда впервые проиграла в чемпионате. До этого она выиграла 26 матчей и один раз сыграла в ничью. Вместе с отрезком предыдущего сезона это вылилось в серию из 35 матчей, в которых Ливерпуль только один раз потерял очки и набрал 103 из 105 возможных очков на этом отрезке. А в наследство та команда, которую так подло ударил спину ковид, оставила нам вот этот легендарный твит, который можно добавлять в толковый словарь под словом «доминирование». Вспоминать сезон 2020-2021 не хочется, вероятно, ни одному болельщику Ливерпуля. Ковидные ограничения, матчи без фанатов, травмы всех центральных защитников, бесславный вылет в Лиге Чемпионов от Реала. И все вот это вот. Вы наверняка помните и сами. Честно говоря, мне навсегда отложилось в памяти, как команда сыпалась в конце зимы и начале весны, Юрген Клопп среди этого кризиса дал неожиданное интервью Лотеру Матеусу для газеты «Шпортбильд», в котором назвал тот период самым сложным в своей футбольной жизни, резко оборвал слухи о своем возможном уходе в сборную Германии на замену Леву и пообещал, что эта команда никогда не будет сдаваться, пока он ее тренирует. Через два месяца после этого Алисон забил свой легендарный гол воротов из Бромвича и помог Ливерпулю вернуться в топ-4 в предпоследнем туре АПЛ. Просто для контекста, после 33-го тура таблица выглядела вот так, мы отставали от четвертого места на 4 очка. Клопп называл выход в четверку в тех обстоятельствах своим главным достижением в карьере, а одним из важнейших матчей той концовки была победа 4-2 над МЮ, с которой началось доминирование Ливерпуля над своим злейшим врагом. За два года с того матча, учитывая его сам, Ливерпуль и МЮ встретились пять раз. Ливерпуль выиграл четырежды. Общий счет в этих матчах 21-3 в пользу Ливерпуля. Все помнят и 5-0 на Траффорде, и 4-0 на Энфилде, и, естественно, 7-0 с лихвой перекрывшей разочарование августовского гостевого поражения в прошлом сезоне. Юрген Клопп регулярно унижает МЮ, и это особенно важно для тех болельщиков, которые пережили годы доминирования Юнайтед в Англии. Это своего рода расплата за все. Ждем продолжения в декабре, уже по ходу девятого года Юргена в клубе. Возможно, вы удивлены, что в видео под названием «8 раз, когда Ливерпуль Юргена Клоппа удивил мир» есть девятый пункт, но у нас есть хорошее объяснение этому. Пошел девятый год Юргена в клубе, и он сейчас выглядит бодрее и заряженнее, чем когда-либо. В каждом интервью и на каждой пресс-конференции Клопп говорит о своем «Ливерпуле 2-0», цитируем Юргена. И нет никаких сомнений, что он хочет построить новую доминирующую команду на основании того костяка, который остался от прошлой. Вероятно, еще более совершенную команду, ведь и соревноваться придется с еще более совершенным Сити. Честно говоря, я уже даже совсем не уверен, что в 2026 году Клопп уйдет из клуба по окончании своего контракта, хотя когда он его подписывал, казалось это неизбежно. Мне сложно представить, как он оставит команду, построение которой очевидно приносит ему такое удовольствие и наслаждение. Если вспомнить, как Клопп продлился в прошлый раз, без шума, без слухов, абсолютно неожиданно, я легко могу себе представить, как он остается еще дольше. Но, как бы то ни было, у нас впереди еще как минимум 2,5 года с Юргеном, и это лучшее, что могло случиться с «Ливерпулем». Что ж, спасибо за просмотр, если вам понравилось, обязательно поставьте пальцы вверх, напишите комментарии, расскажите о нас своим друзьям, подпишитесь на канал здесь и на канал в Телеграме, это особенно важно. На экране вы сейчас видите имена тех, кто поддерживает нас на Бусте и Патреоне, спасибо вам огромное, а с вами я прощаюсь, до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok